Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал «Философское мнение», его ведущий я, Дмитрий Круглых. А мы с вами продолжаем заниматься образованием, продолжаем говорить о философах и философии. Сегодня поговорим про такого достаточно интересного человека, про которого известно достаточно мало. Это Рихард Авинариус, который прожил достаточно небольшую для философа жизнь, 52-53 примерно года. Родился в 1843 году, умер в 1896 году, то есть примерно достаточно мало, не дожил до начала XX века. Родился он в Париже по настоянию отца, он получает образование в сфере издательского дела, но так получается, что философия занимает его как-то больше, и он уже не может заниматься никаким издательским делом, хотя, надо открыть вам страшную тайну, он вернется к этому вопросу, к издательскому делу, но немножко попозже. Он начинает так или иначе преподавать философию, создавать собственные концепции, пишет достаточно большое количество работ. И, собственно говоря, примерно в 1877 году он и еще несколько философов, то есть он один из таких, знаете, наиболее больших основателей. Я думаю, что здесь как раз сыграла та роль, что он получает образование как раз в сфере издательского дела. То есть он знает, как это делать, как это оформить, скажем так, и они учреждают журнал, который он фактически ведет вплоть до своей смерти. Вот, собственно говоря, такая достаточно судьба. То есть в политических, насколько мне известно, в политических активностях он замечен не был, но он прожил такую достаточно простую преподавательскую жизнь. Мы с вами поговорим как раз про его понятие империя критицизма, потому что это такое понятие, которое разрабатывалось примерно с другим австрийским философом, которого звали Мах. Вот их обычно связки так употребляют, Мах и Авинариус. Но надо говорить, что на самом-то деле они разрабатывали свои концепции по отдельности. Просто они так или иначе были достаточно похожи. И вот, собственно говоря, он говорит про империокритицизм. Что такое империокритицизм? Это критика опыта. Критика опыта и опыт становится фактически главным действующим лицом. То есть, смотрите, у многих философов были свои идеи. А что же находится? У кого-то это космический какой-нибудь ум, который все мыслит, который соображает. У кого-то это материя, что все материальное, вот оно вот находится в материи и так далее. Вот империокритицизм, он говорит, что все начинается с опыта. То есть, на самом деле, все, что у нас есть в этом мире, это все пошло от опыта. Кстати, очень интересное его наблюдение, которое, может быть, могут ответить многим людям, которым интересно, откуда вообще появилась религия, откуда появилось понятие душа. Он говорит, из опыта, вот из опыта, но который был истолкован просто, скажем так, достаточно интересным способом. Поэтому вот если мы говорим, да, у него несколько таких работ, у него как раз одна работа, она будет посвящена критике опыта, она так и будет называться. То есть, у него опыт становится фактически таким, знаете, главным предметом для обсуждения, что, условно говоря, бытие появляется не в сознании, например, и не в реальном мире. Бытие получается на периферии вот этого всего. А теперь представьте, да, огромный человеческий мир, там все вращается, как такие шестеренки, я поэтому сегодня выбрал такую стимпанковую тему, во-первых, 19 века, вот. А во-вторых, действительно, опыты, мне кажется, что можно сравнить, это исключительно мое сравнение, опыты, они как шестеренки, которые начинают крутить друг друга. Ну, то есть, смотрите, когда вы попадаете в человеческое общество, вы так или иначе начинаете общаться с другими людьми, и они с вами делятся своим опытом. Ну, там, преподаватель в вузе, учитель в школе, не все делятся, родители, друзья и так далее, они делятся с вами своим опытом. Какие-нибудь писатели, кинематограф, это же тоже, на самом деле, скажем так, создание вот такой вот специфической реальности. Вот это вот как раз есть основная концепция, которая у него понимается. И дальше он уже исходит из того, что действительно все так или иначе берется из опыта. И вот он там приводит достаточно классный, интересный пример, что этот опыт так или иначе связан с аксиологией. Аксиология – это такая наука философии, которая занимается ценностями. То есть вопрос, откуда в нашем с вами мире берутся ценности? То он отвечает на этот вопрос, он делает такое достаточно интересное замечание на эту тему, потому что для него вот эта вот история, да, ну, смотрите, то есть он там говорит о том, что вот он купил участок, и там растет яблони. Он к этой яблони подходит, такой видит, ага, значит, вот оно, вот у нее кора, вот у нее ствол, вот у нее листочки. Значит, я по этому, по всему описанию вижу, что это дерево, для меня это очевидно. А тут ко мне приходит хозяин, бывший хозяин вот этой вот дачи и говорит, ну, вот, знаете, это дерево посадили задолго до того, как вы купили этот участок или вообще задолго до того, как родились. Что мне единственное остается? Окей, да, значит, это дерево старое. И через какое-то время я приглашаю на эту дачу к себе друга, например, какого-нибудь. Этот человек говорит, ого, новое дерево. Вот, то есть смотрите, в чем проблема. В том, что вот на вот эти вот аспекты реальности так или иначе каждый будет давать свою интерпретацию. То есть каждый человек так или иначе будет интерпретировать это, скажем так, у каждого опыт соприкосновения с реальностью, он будет рождаться индивидуально. То есть никогда не будет вот такого, как вы. Вот сейчас вы сидите, я не знаю, где вы сидите, где вы находитесь, смотрите этот ролик, но вы абсолютно уникальны. Вы абсолютно уникальны, потому что такого опыта, как у вас, нет больше ни у кого. Вы абсолютно уникальный человек. И это все благодаря вашему опыту. Так вот, проблема в том, что вы в этот опыт запихиваете еще и в вашу ценностную систему. То есть смотрите, поступайте, да, хорошо или плохо, вы там поступили как-то, хорошо или плохо. Это начинает связываться уже с вашими ценностными ориентирами. И вот дальше мы можем на один и тот же объект реальности. А реальность, ну уж простите, в этом плане для Авенариуса не стоит такой вопроса, реальный ли реальность. Реален опыт. Вот опыт, он реален. Ну, кстати, да, здесь будет тоже достаточно такой интересный вопрос. Если развивать эту уж мысль-то по полной, то виртуальные игры, они тоже очень важны. Почему? Потому что это опыт. Не важно, какой он. Он может быть виртуальный, он может быть, например, там, я не знаю, мало ли вы как вот решите, повторите все прыжки там за лар и кров, но в реальности. Паркуром заняться. Условно говоря, ну, пожалуйста, как бы занимайтесь, да, но вот в этом плане и то, и другое это будет опытом. Опытом конкретно вашим, который здесь будет появляться. То есть это как раз то, что он говорит про вот эти вот системы. Когда вот это вот действительно начинает, скажем так, мы начинаем познавать этот мир, то, условно говоря, внутри нас начинают появляться какие-то размышления. И, например, вот очень интересный такой вопрос, который мы поднимаем, это вопрос, конечно же, о религии. Откуда вообще появляются религии и вообще вопрос о бессмертии души. Ну, потому что нам такая штука, условно говоря, как бессмертие, тем более души, само вот это вот понятие души, оно не дается в опыте. Но смотрите, это нам сейчас может казаться, что оно в опыте не дается. А для первого человека, который смотрит на этот мир с новыми такими вот глазами, для него вот эти вот все стихии огонь, ветер, вода, они представляют реально атрибуции божественности. То есть, смотрите, что происходит в человеческом опыте, когда человеческий опыт сталкивается с этим мира. Трясется вот это вот все, трясется, трясется, трясется и смешиваются. То есть, человек начинает наделять своими собственными качествами, он начинает наделять ветер, огонь, воду и так далее. То есть, он начинает давать им собственную атрибуцию. Еще более интересно, что человек в этом плане, он начинает смотреть на вот эти вот все понятия, и он встречается с таким понятием, как смерть. Это с одной стороны, а с другой стороны, он встречается с таким понятием, как бессмертие. И он прям реально говорит о том, что, скорее всего, человек пытался записать душу как бессмертие и своего же собственного опыта бессмертия. То есть, смотрите, человеку дан опыт смерти другого человека. Потому что самому себе мне опыт смерти дается только один раз, и это как бы бей билет в один конец. Дальше я уже свой опыт описать, как-то передать никак не смогу. Я могу описать только передачу чувств в отношении смерти другого человека. И вот дальше, через некоторое время, мне может присниться, например, допустим, этот самый человек, который умер. И, значит, у меня есть опыт встречи с душой человека, со самим человеком в моем личном индивидуальном опыте. Ой, кстати, несколько раз тоже расскажу, мне тут на них тоже снились все-все-всякие разные суперзвезды, супергерои и так далее. Вот, и у меня здесь, ну вот, следуя логике Авинариуса, что в этот момент происходит? То есть я их вижу вне стен своей телесности. А это что значит, что душа может переходить? А это идет очень логично, выходя из опытной системы. То есть для человека это строится действительно очень таким опытным путем. Это империя, которая доказывается. То есть, да, доказательная база не самая хорошая. И дальше потом вот весь вот этот вал эмпирических наблюдений, он просто переходит в пласт культуры. Дальше уже человек с этим пытается разобраться, что из этого правда, да, что из этого неправда. Ну а так или иначе нам вот здесь понятие истина, критерии истины все равно будут упираться в эмпиризм. То есть в нашу собственную эмпирию. И если есть вот этот выход, условно говоря, за пределы тела, значит, есть, соответственно, душа. Если есть душа, то, значит, душа может находиться в камнях, в деревьях и так далее. То есть смотрите, что мы наблюдаем, например, с деревьями. Деревья, они движутся, значит, там есть какая-то душа, там есть какая-то жизнь. То есть это чисто интуитивное такое понятие, чисто интуитивное представление об этом и по всем. Точно так же, как и, например, с животными. То есть мы сталкиваемся с такими вот предметами именно в нашем эксклюзивном опыте. Это то, что нам как раз дает соединиться с нашим опытом и дальше уже навесить какие-то определенные ярлыки. То есть первичнее всего, первичнее даже реальности – это наш с вами опыт, некоторое чувственное понятие. И, конечно же, есть вот эта попытка отстраниться от всего. То есть дальше смотрите, как сделать так, чтобы наш с вами опыт был максимально чистым. Здесь делается все достаточно просто. То есть человек, который, например, сменит себя ученым, что он попытается сделать? Он попытается избавиться от собственной субъектности. У него, кстати, у Авинариуса есть вот эта вот статья, например, не статья, прошу прощения, а книга, которая называется «О психологии». И вот он там очень интересно начинает, потому что только психология. Это разговор о душе. Но он его поворачивает вообще в другом, инаковом ключе. То есть там никакой психологии из этой работы вы вообще не получите. Вы вообще не увидите, но вы там получите размышления об опыте, что будет, если есть душа, что если нет души и так далее. То есть вот эти вот разные перипетии, которые Авинариусу, он, конечно же, дает их, скажем так, некоторый анализ. То есть это чуть-чуть такое посткантианское размышление, если хотите. То есть если у Канта была критика разума, критика чистого разума, критика практического разума и так далее, то здесь критика эмпиризма как такового. Более того, из этих всех вещей у нас идет разделение на мир внешний и мир, соответственно, внутренний, то есть который мы с вами создаем, который мы бережно храним, ну и, собственно говоря, вот такое вот пытаемся представить. Но по большому счету, то есть это такие очень интересные логические размышления, то есть что делает Авинариус. Если у вас будет возможность, обязательно прочитайте его работы, потому что они логически выстроены, ну достаточно интересно, особенно мне кажется, что они будут хорошо заходить на каком-то втором, третьем курсе. То есть вот просто как такая, знаете, топка для размышлений, условно говоря. Единственное, что у нас их есть только репринтные издания, то есть там те, которые перевели вот еще при царе 1901 год, 1900, там вот эти вот года, нулевые прошлого века. После этого они, да, переиздания есть, но, к сожалению, нет их ни чистки, ни редактуры, ни правки. То есть как они были напечатаны, так их просто тупо перепечатали. Вот, поэтому читать чуть-чуть сложновато, но вот за исключением этого можно тоже обобщить какие-то свои такие вещи. Ну а вы обязательно не забывайте подписываться на этот канал, ставить лайки, ну и до новых встреч, увидимся на этом канале.